Приграничный торговый комплекс располагается на китайской стороне автомобильного пункта пропуска Старо Цурухай Ту Хэшэньтоу. Его официальное открытие планируется только в августе следующего года. Сейчас комплекс работает в тестовом режиме. Его общая площадь более 4000 квадратных метров. На первом этаже располагаются российские товары, на втором – китайские. Основная задача создания данного торгового комплекса заключается в том, чтобы помочь повысить уровень жизни приграничных районов, как Ирбуны, так и российской территории. Предполагается, что россияне будут приезжать сюда вместе со своими товарами, здесь их продавать, и также закупать здесь китайские товары и вывозить их в Россию. Аналогичная политика действует и в отношении китайских граждан. Согласно китайскому законодательству, товары на сумму до 8 тысяч юаней можно ввозить и вывозить без пошлины. Торговые павильоны предоставляются бесплатно. Кроме того, с предпринимателей не взымаются деньги за электричество, воду и доступ в интернет в течение одного года. При этом китайские таможенные, карантинные и приграничные службы предоставляют упрощенный порядок пересечения границы. Сейчас в торговой зоне уже работает 16 российских компаний. Здесь мы встретили и китайцев с русскими корнями. Варвара Ушакова вместе с сыном торгуют российскими продуктами. Наша страна что разрешает и мы чем будем торговать? Русскими товарами. Самое любимое, что конфеты. Конфеты и масло, и мука, и потом кофе. Вот эти, как, малированные, малированные. Кассировые. С нами хотят связаться и нам отправлять товары. Ищет их человек. Мы сами бегали два раза. К Розакаминску сбегали, при Ольгунску сбегали. Но это дорого, дорого, невыгодно. Лучше оптом. Большим спросом сегодня на китайском рынке пользуются российские конфеты, консервы, мед, печенье, хлеб, напитки, масло, мука, бытовая химия и художественные изделия. Во время этого визита представители бизнеса оценили свои возможности поставок продукции в торговую зону. Впечатляет возможности. Однако, что касается для нашей продукции, это колбаса, изделия из мяса, то на сегодняшний день до сих пор существует запрет китайской стороны на ввоз продукции из мяса из России. Поэтому, к сожалению, мы не можем воспользоваться данной зоной. А вообще у нас в планах стоит выход на китайский рынок. Ждем, когда на межправительственном уровне снимутся все запреты, и мы сможем выйти с нашей конкурентоспособной продукцией. В ходе визита были проведены официальные переговоры с народным правительством города Эргуна. И подписан протокол о создании центра забайкальских товаров на базе приграничного торгового комплекса Хэйшаньтоу. Надеемся, что эта работа будет сейчас развиваться, расширяться. Полки китайских магазинов будут наполняться товарами и монашами. И, конечно же, большая работа всех нас, такие товары производить, брендировать их и под именно маркой забайкальского края сюда направлять. Почему мы, в общем-то, и подписали этот протокол, и, я уже сказал, зарезервировали место для забайкальского края, потому что желающих много из других субъектов Российской Федерации. И мы свою нишу здесь занимаемся сейчас очень плотно, четко и понятно. И, конечно, говорим мы с производителями, с нашими, о том, что формировать именно партии товаров под лэбом, под маркой забайкальского края и направлять их сюда. Три забайкальские компании уже работают в этой торговой зоне. Согласно подписанному протоколу, для наших предпринимателей здесь будет зарезервировано не менее 10 павильонов. Екатерина Станиславская, Анатолий Тюльев, Время новостей.